Этот дым радиоактивен. Если пожары продолжат распространяться в северном направлении, ситуация может стать еще опаснее. Помимо аномальной жары и активного солнца, вот уже третьи сутки в Москве держится рекордно высокое давление. Ливни с грозами и аномальная жара в европейской части России. Синоптики бьют тревогу из-за ситуации в Ионландии. Аномальная погода угрожает ледяному покрову. Он занимает 82% территории. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Почему без ветря, и тогда, когда ветер не дует, хорошо, тепло, почему без ветря это наказание? Без ветрия – это конец жизни. То есть вода движется, воздух перемещается, и как бы живет, жизнь жительствует. Вот когда оно замрет, это будет означать нечто новое, это будет означать окончание, то есть конец нынешнего, и что-то что-то такое будущее нас ожидает. Это страшно вообще, а ведь полное безветрие. Плюс 32. Асфальт плавится, двигатели закипают, нервы тоже. Никаких температур в июне не было никогда в истории. Столб из огня и пыли высотой в несколько метров. Земля раскалена, трава давно высохла, поэтому природный пожар стремительно разрастается. Дальше еще жарче. Днем до плюс 35. Барокамера вакуумная, которую там испытывают космонавты, они там сходят с ума. То есть без воздуши, без ветри, вернее. Воздух есть, но ветра нет. Беззвучие, то есть без ветра, это же беззвучие. То есть волна не шумит, лист не шелестит, птица не щебечет, то есть замирает все. Это некая смерть воздуха. И, конечно, это преддверие каких-то грозных вещей. Те, которые раскрываются далее. А позади уже сняты 6 из 7 печатей из книги в руках Господа. После каждой почти на землю обрушивались страшные потрясения. Первая, вторая, третья и четвертые печати открывали апостолы Иоанна четырех всадников апокалипсиса. Один из них нес с собой войны, другой – экономические потрясения, третий – выедающую все смерть. Ковидный ад. В Индии второй день больше 300 тысяч новых случаев заражения. Крематории переполнены, жертв ковида начали сжигать на улицах, но и здесь уже негде разводить костры. Погребальные костры горят день и ночь. Число новых заражений коронавирусом зашкаливает. Каждый час от ковида умирают примерно 115 человек. У нас есть место для 100 костров, и если мы получим больше тел, будем кремировать их вдоль дороги. Пятая печать открыла Иоанну живущих на небе под престолом Бога мучеников. А шестая ввергла планету в величайшие природные аномалии. Падение и изменение цвета небесных светил, погружение мира в полумрак. Это все тоже родовые схватки новой вселенной? Да, очевидно. Ну, по крайней мере, это спазмы в животе рождающей. Спазмы? Да, это не столько уже сами схватки, может быть, как предваряющие боли такие. И вот сейчас, перед снятием последней, седьмой печати, будто что-то мучительно и страшно замирает в воздухе во всей вселенной. Замирание мира, вот тварного мира, которого мы никогда не видели. Четыре ангела на четырех углах земли удерживают ветер. Ну, как это понимать? Вот прям так буквально есть ангелы, ответственные за ветер. Их четыре. Они с четырех сторон земли. И они ветер держат. Или что? Ну, надо понимать, что ангельские силы участвуют в управлении стихиями. И вот это вот удержание ветра, это безвоздушие, это такое, это то, чего мы не знаем. Вот сейчас море дышит, и ветер там обивает человека в пустыне там или где бы он ни был, на него дует ветер, то есть воздушные массы передвигаются. А это будет нечто новое. Есть здесь, на Патмосе, где в первом веке Иоанну Богослову было дано откровение о конце времен, апокалипсис, странное место. Когда-то на этом соляном пустыре было полноводное озеро. И морошали соседние поля, в нем ловили рыбу, а недавно оно высохло. Мертвая жгучая соль, там, где когда-то было его дно, теперь сжигает подошвы. Вообще, это только в апокалипсисе такое встречается, что есть ангелы ветров, ангел вод, ангел земли. Как понимать эту должность ангела, ангел вод? Я думаю, что нам приоткрывается какая-то тайна домостроительства, что это называется, такое управление, экономика Бога. Как Бог правит миром, через кого? Да, он доверяет, не потому что не может, но потому что он доверяет, какие-то задачи ставит. У него вообще нет безработных, очевидно. То есть, на рынке труда, там все вакансии заняты, там нет бездельников и безработных. То есть, занимайся этим, занимайся этим. И поскольку мир служит человеку, который служит Богу, то мир, собственно, и восстает на человека, который восстает на Бога. И ангел, очевидно, в этом участвует. Только не все сразу, один занимается землей, другой водой, третий ветром, четвертый лесами и полями. То есть, они, очевидно, принимают участие. Четыре ангела, стоящие по четырем углам мира, это ангелы, которые сдерживают благорастворение воздухов. То есть, они не дают, как бы, ветрам веять. Понимание людей того времени, благорастворение воздуха – это когда ветры прекращают эпидемии, прекращают пожары, прекращают какие-то катаклизмы, бедствия. А когда все в застывшем таком состоянии, это, как бы, признак божественного гнева. Наказание без перемен, наказание без ослабления. Это начало судов божьих. Но ангелы не сентиментальны. Ему сказали истребить первенцев египетских. Он пошел и истребил. Он при этом не будет ни плакать, ни терзаться совестью. Ах, зачем-то мне отдали такой приказ. У него нету этих переживаний. Он не человек. Он не рожал. Не стоял у колыбели. У него нет отца и матери. У него нет родовых связей. У него крови, собственно, самой этой нет. У него нету ни семени, ни крови, ни слюны. Ничего у него нету нашего. Поэтому он не эмоционален. Ангелы – это некие такие бюрократы бога. А почему? У него же есть любящее сердце. Ему, может быть, жалко людей ангелам. Если поступил приказ от Господа, ангел выполняет приказ, не рассуждая. Это, знаете, вы это можете увидеть на дорогах наших. Вот если, например, человек нарушает правила, и гаишник его ловит, и человек говорит, дает ему деньги любые, а гаишник стоит с каменным лицом непреклонный. Говорит, лишение прав и никаких вопросов. В это время гаишник – это ангел. Ни подкупный, ни эмоциональный, ничего не берущий, ничего не хотящий. И ничего личного. То есть надо, значит, надо. То есть, в принципе, вот эта безликая бюрократическая система, она в каком-то смысле напоминает нам эту бесстрастность ангельских сил. То есть Бог приказал, ангел сделает. Четыре ветра, север, юг, запад, восток, четыре конца земли. Для нас это север, юг, запад, восток. То есть олицетворение, опять же, всей полноты стихии. Здесь ветра. Иоанн сам нам говорит о том, чтобы мы не подавали слишком большого значения вот этому почитанию ангельских сил. Два раза апостол Иоанн хотел поклониться ангелу, который даровал ему такие великие откровения. Но ангел сказал, нет, не делай сего, Богу поклонись. Я только служитель, так же, как и ты, один из собратьев, те, кто служит Богу. Потому еще ангелами заполнен апокалипсис. Все, что происходит со вселенной в этой книге, все делается их руками. Сам ангел передавал апостолу Иоанну слова апокалипсиса здесь, в этой пещере. Да, это вот так, собственно, и пишется, да, что откровение Иисуса Христа, которое ему дал Бог, чтобы показать рабам своим скорей, он послал через ангела своего, рабу саму Иоанну. Это посредники. Это посредники, которые совершат посредническую функцию. Они служители между небом и землей. Они приносят нечто от нас к Богу, и нечто от Бога к нам совершать благую службу. В отличие от падшего ангела, который портит эту связь между небом и землей, который клевещет Богу на людей, а людям на Бога. То есть добрые ангелы совершат посреднические функции. Некоторые говорят, что вот я с Богом общаюсь без посредников. Мне не нужны посредники. На самом деле посреднические функции нужны везде и всегда. Между знаниями и человеком посредничает учитель. Между здоровьем и больным человеком посредничает доктор. Между Богом и человеком очень часто посредничают ангелы. Поэтому посредническая функция чрезвычайно важная. Надо, чтобы был тот, кто положит руку на одну сторону, на вторую, и святых вместе. У ангелов такая работа, такая священная задача – помогать нам спастись. Не переживая сами о своем будущем, они переживают о том, чтобы мы вошли в блаженство. Они исполняют волю Божию, как самое старейшее творение. Но в то же время они славословят Господа, воздают Ему славу. Но в то же время ангелы являются нашими помощниками. Человек получает ангела-хранителя в таинстве хрящения. Храм получает ангела-хранителя во время освящения. Архангел Гавриил благовествует Пречистое Деве Марии о великом событии спасения рода человеческого. Архангел Михаил защищает множество людей. Говорят, в литургии вместе с человеком, с нами, со священником служат ангелы. А у вас было такое, когда вы иногда с другими священниками, а иногда, как сейчас в пустом алтаре, один служит в литургии, такое абсолютно точное чувство, что с вами кто-то еще сейчас здесь находится и служит ее. Ну, о себе говорить не скромно, но, безусловно, в опыте священства, духовенства нашего, это есть. Когда мы совершаем молитву малого входа, значит, священник говорит, сотвори со входом нашим вход святых твоих ангелов. Это будет вход ангелов вместе с нашим входом. Кронштадтский, Иоанн Кронштадтский говорит в дневнике, молимся об этом, и бывает это. Как есть, так и как написано, так и бывает. То есть он очевидно ощущал это. Ангелы часто предстоят сослужащему. То есть священник служащий имеет часто возле себя этого невидимого друга, который приносит его молитву Богу и усиливает его молитву. Мы поминаем ангелов на херувимской песне. То есть мы, как херувимы, отлагаем всякие житейские заботы и воссылаем вместе с ними, припеваем тресвятую песню. Они поют, а мы тресвятую песню припеваем, то есть добавляем свое пение к ним. Мы поем ангельскую песню на еухаристическом каноне. «Свят, свят, свят Господь Славов». Это песня Серафима. То есть мы вполне усваиваем себе их язык. Потом «Божья Матерь» и «Гимна достойная есть у кого истину». «Агион истина». Это Архангел Гаврил принес ее на Афон. Монах, он написал ее на Афон. То есть это ангельская песня. «Богородица Дева Радуйся» – это Гаврил принес Девю Марии. «Радуйся, благодарная Господь с тобой». То есть, в принципе, мы молимся ангельскими словами. Мы часто призываем их в богослужении. И мы, как церковь, как великая община, имеем некий совокупный опыт их присутствия с нами. Ну, как в Евангелии. Христос начинается – ангелы приходят. Христос рождается – ангелы поют. Христос в пустыне – ангелы служат. Христос воскрес – ангелы в огроме. Христос вознесся – ангелы на Елевое. То есть везде мы видим это присутствие бесплотных наших друзей, у которых с нами один Господь. Их Господь – наш Господь. Это дикт наше общее. В результате буйства стихии выгорели миллионы гектаров земли, около двух тысяч домов были уничтожены, и 33 человека погибли. Одни страны под водой, в других – аномальная жара. Лето крайностей, предупреждают специалисты по климату, на этом не закончилось. Исследователи в один голос говорят о предвестниках грядущих глобальных катастроф и указывают на то, что существующие системы защиты от наводнений были полностью перегружены. Кроме того, последние десятилетия уже назвали самым жарким в истории человечества. Что это может быть за мир, в котором человек задыхается? Причем не только в ветре, наверное, дело. Задыхаться – это вообще свойство современного человека. То есть безвоздушие такое, в широком смысле, например, отсутствие правды. Вот мы там грешим на советскую власть, там правды не было. Ее больше не стало. Власти советской нет, а правды больше не стало. То есть безвоздушие новостное, например, когда ты по всем каналам видишь одно и то же, но не то, что нужно. Это, конечно, и физическое безвоздушие, потому что есть города, в которых ставят уже кислородные маски человеку, задыхающемуся от смога. То есть мир без воздуха, мир без движения, мир застывший в этой странной атмосфере – это очень хорошо читаемая вещь. Вот сегодня читаемая вещь. То есть в большом городе, на улицах мегаполиса, ты вроде бы в многолюдстве, ты в вихре, в водовороте. Но ты, во-первых, одинок. То есть ты одинок среди многолюдства. И, во-вторых, тебе, в принципе, нечем дышать. Ты очень быстро это узнаешь. Это одиночество и безвоздушие большого города. То есть города страдают этим больше всего. Так что, если поэтически расшифровывать эти слова об удержанном ветре, то это, ну, как бы наше время. Ну, в какой-то доле. Конечно, это будет увеличиваться, умножаться. Города будут расползаться по земле, и тихих мест будет все меньше и меньше. И людям будет трудно дышать, то есть нечем дышать. Ничто их не будет обдувать и освежать. Накапливается этот смрад нравственного морального разложения, но не чувствуется действие благодати, которое развеивает этот смрад и дает нам возможность вздохнуть полной грудью, что мы все-таки избавляемся от грехов. От действий Духа Святаго в Библии сказано, Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Так вот, в период апостасии это веяние будет прекращено, и каждый будет пребывать в затхлом пространстве собственных заблуждений и предрассудков. О четырех ветрах земли было что-то открытое и пророкам Еремии, и Даниилу. Вот, в седьмой главе Даниил пишет. Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. А помните еще ветер в ветре является Богом? Вот в дыхании ветра хладко, в легком ветерке может явиться Бог. Можно считать вот эту фразу о том, что останавливаются ветры на земле, что Бог оставляет землю вот в этих потрясениях? Там это у Ильи, это место, в третьей книге царств, про Илью, где говорится, значит, там же была буря, вихрь, землетрясение, и там не было Господа. Это тоже очень важно в контексте нашей книги, потому что эти все апокалиптические вещи, они, ну, рождают вопрос, здесь есть Господь, или это просто казнь, которой Бога уже нет. И там было дуновение, тонкое дуновение прохладного ветра, и там был Господь. Я думаю, что да, когда ничего не дует, и Господь не охлаждает тебя, да, то это, конечно, другое измерение, та же беда в другом измерении. Можно так думать. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря». «Не делай вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на тщелах рабов Бога нашего». Вот мы же помним, что печать Антихриста, ее добровольно будут брать, да? Да. Значит, люди должны согласиться, может быть, будут подписать какое-то отречение от Бога, я не знаю, что. А печать Бога, ее же не могут ангелы нанести без ведома самого человека? Нет. То есть тебя спросят о чем-то, это будет какая-то формула? Нет. Анкету надо будет заполнить? В этом смысле они запечатлеют тех, которые достойны, которых они знают. То есть ты вдруг, скажем, почувствуешь, условно поцелуй в чело, или ты там уснул, вдруг проснешься, будто от прикосновения. То есть ты будешь запечатлен, может быть, без ощущения того, что запечатленный. Здесь как раз будет по-другому все. Потому что Антихрист, он материален, он командует царством материи, причем порабощенной материи. Ему нужны все эти вещественные знаки, добровольное согласие. Там, где Бог будет действовать, там нужно, чтобы человек был помазан, достоин, обрезан сердцем, смирен духом. И тогда он будет запечатлен, он сам об этом не будет знать. Понимаете? Смирение не знает, что оно смиренное. Помазанный не верит в свое помазание. То есть он как бы не гордится помазанием. Здесь другая логика, как бы. И поэтому эти избранные рабы Божии, они менее всего согласны себя такими называть. То есть никто из них не скажет, я раб Божий, я помазан. Никто. То есть они находятся в духовном избранничестве, но они имеют смиренные мысли о себе, поэтому никто из них не хвалится этим. Дух творит себе формы, таков закон нашей человеческой жизни. То есть наше духовное внутреннее состояние добра или зла отражается даже и на нашем внешней жизни, внешнем поведении. Так вот, отсюда мы и видим, какая бывает печать на носителях Духа Божьего. Вы знаете, что многих просто поражал сам вид даже святых людей. Например, Серафима Саровского. И это выражалось на самом лице, я бы сказал, на лике преподобного Серафима. И это у многих, у многих так было. Даже лицо начинало светиться другим совсем светом. Вот оно, печать на лицах святых. Это не будет внешнее очевидное действие, не будет. Это будет сокровенная тайна Божия. И спасение для человека окажется удивительной радостью и новостью. То есть как бы я, если я окажусь в раю, я удивлюсь там трем вещам, сказал один человек. Во-первых, что я в раю. Неужели я в раю? А второе, что я там не увижу тех, которых ожидал увидеть. А третье, что я увижу там тех, которых вообще не ожидал увидеть. То есть это удивление. Святые будут удивляться. Неужели я помазан? Неужели я запечатлен? Неужели я? Так будет. А с грешниками все по-другому. Там распишись, отрекись, получи. На лоб, на руку, на бумагу. Там другая логика. Там все по-мирскому. Когда человеку мир помазует, священник мажет святым миром и говорит, печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго на разных частях нашего тела. И смысл жизни христианина – раскрывать эти печати. А у нас интересуется печать у Антихриста. Какое это значение имеет для христиан? Пусть сатанисты гадают об этих печатях. И те, которые запечатлены этими печатями, это мы видим, и в Ветхом Завете, над ними силы зла ничего не могут сделать. Только сам человек может через хулу на Духа Святаго отойти от этого помазания. Что-то похожее на эту божественную печать открылось когда-то и пророку Иезекиилю. Перед разрушением Иерусалимского храма ангелу было велено поставить некий знак на лбах тех жителей Иерусалима, которые не поклонялись идолам, в отличие от многих других, и не отступали от истинного Бога. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Самое поразительное в этих словах Иезекииля открывается, когда вглядываешься в тот знак, который ангел ставил на челах избранных. Это буква ТАФ. В современном еврейском шрифте она напоминает русскую П, но в древних алфавитах, в ханаанском и финикийском, буква ТАФ выглядела как крест. Так еще за шесть столетий до Рождества Христа пророк говорил о кресте как знаки защиты для верных Богу. Как раз вот эти четыре ангела удерживают ветры, чтобы не вредить природе, пока не будет положена печать на верных Богу людей. То есть это означение, что это остаток Израиля, так называемый. Это верное Богу меньшинство, которое Господь сохраняет. Некоторые толкователи считают, что это знамение креста. Но главное – это принадлежность Богу. Это, конечно, может быть интерпетировано как таинство крещения или миропомазания печати, дара Духа Святого, как говорится, или евхаристия, то есть такое личное общение с Богом. Смотрите, отец Андрей, но ведь эта печать будет нанесена людям в пору, когда вокруг будет грех, зло, беззаконие, однополые семьи, родители без имен и без полов, и так далее. Все то, что уже сейчас прорастает, в пору, где это станет, видимо, окончательно нормой. И ангел придет к людям, которые задыхаются от этой мерзости вокруг, но стоят и терпят. Верно? Да. Но печать не будет очевидная. То есть печать будет видна Богу, но не видна людям. То есть печать Божия, она не должна быть видна людям. Важно, чтобы Бог знал своих. Как пишет Павел, познал Господь своих. И да, отступит от неправды всякие творящие воли у Господня. Печать мирская должна быть видна. То есть вот покажите паспорт, покажите там визу, там рука, там чело. Это должно быть видно. Божия печать не видна. Поэтому они не будут вызывать к себе какого-то интереса. А что у тебя там нарисовано такое? Там такого не будет. То есть это будет сокровенная печать. Как, например, если я вас перекрещу, или вы меня перекрестите, или вы сами себя перекрестите, крест будет на вас, но его не будет видно. Только демоном. То есть демоны будут видеть. Люди нет. Бог будет знать. Люди нет. Поэтому люди, живущие в конце, это будут великие герои, на которых будет печать неприкосновенности, но окружающий мир падший, это будет не всегда понимать и чувствовать. Не всегда. Это будет время очень скорбное, что вот эта печать Бога, это не какое-то избранничество такое радостное. О, я заслужил. Это у меня вот как диплом, моя охранная грамота, сертификат о вакцинации. Совершенно верно. Это люди, страдающие, задыхающиеся в этом мире, где зло окончательно победило. Совершенно верно. В этом смысле это будут мученики без крови. То есть они будут постоянно страдать, как лот в Содоме. Как вот мы имеем образ лота в Содоме. Вот там пишется, что этот праведник непрестанно мучился в своей душе о всем, что видел и слышал. То есть он имел кровопролитие сердечное, каждый день без пролития крови наружу. Да, это ожидает. И мы это знаем уже по себе. То есть живущие посреди греха непрестанно мучаются в совести своей. Это составляет их крест. Это их крест. Христиане последних времен, они будут жить в таком окружении, что чудом будет являться сама их вера. Сейчас зачастую все вопреки православию. Рождается в неверующей семье, живет в светском обществе, получает антирелигиозное образование, реализует себя среди зла с эквилиризацией, как Христос говорил, как овец среди волков посылаю вас. Поэтому сама вера этих людей будет приравниваться к мученичеству. А мера помазания, да? А его же человек один раз только проходит на крещении, да? Когда вы крестите, печать дара Духа Святого. Дара Духа Святого, да. Это частично, ну, как половину этой божественной печати, или как треть ее, или что это? Это и не половина, и не треть, это вся печать, если пустить ее в ход. Это как капитал, который нужно пустить в торговлю, и приобрести на нем проценты, то есть заработать еще что-нибудь. То есть если печать попрана, например, руки миропомазаны, но дела были грешные, печать не действует. Ноги миропомазаны, но ноги ходили в злые места, печать не действует. Глаза миропомазаны, но глаза загребущие, заведущие, печать не действует. Для того, чтобы печать действовала, печать дара Духа Святого, крещенская печать, миропомазанная печать, Нужно, чтобы деятельность человека, его праксис, его жизнь соответствовала Евангелию. Тогда на нем воспламеняется как бы таким чистым огнем это все. И он действует уже как бы в Боге. Он бывает в духе. А если просто покрестили, миропомазали, то есть печать будет несмываемая, но она будет ждать воскрешения души, когда человек воскресен к деятельности христианской. Только так. С одной стороны, смотрите, этих людей запечатлевают. Господь как бы через эту печать говорит, вы мои, вы Божьи, вот вы в особой зоне, находитесь, может быть, под моим особым покровом. С другой стороны, вот эта фраза, что начаться суду надлежит с Дома Божьего, то есть с церкви суд начнется. Как это понимать? То есть избранничество скорбей не избавляет. Бог хранит, Бог бережет, Бог на руках носит. Но это не избавляет человека от скорбей. Ну и, конечно же, если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? То есть Петр спрашивает. То есть начаться нужно суду с Божьего дома? Да. Как говорит, например, однажды Златоуст, что у нас есть, например, обязанности общечеловеческие. Например, пожалеть, помочь, поблагодарить, заплатить, не знаю, потрудиться. Есть обязанности христианские. Простить врага, бороться со страстями, славить Христа. А есть обязанности уже церковно-христианские. Священнику одно, монаху другое, мирянину третье, епископу четвертое. И он говорит так, у него такая логика. Если Господь захочет нас судить, Он будет нас судить снизу, по-человечески. И если Он не найдет в нас общечеловеческих добродетелей, Он даже выше подниматься не будет. Как я могу искать в тебе добрые дела монаха, если ты не был хорош, как обычный человек? Значит, все, пошел. Как я буду искать в тебе священнические добродетели, если ты был плох, как просто христианин? Так что здесь суд Божий начнется с нас. И это вообще нужно написать на всех церквях. В храмах нужно это просто как оформление храма написать. Время начаться суду с Дома Божьего. Если с нас начнется, что будет с другими? Ну, это страшная вещь. Она трезвит, она бодрит. Потому что человек имеет соблазн жить так, как будто его не будут судить. Но нас будут судить. То есть я подсудимый человек, и ты подсудимый человек. А под судом нету гордых. Надо быть вором в законе, чтобы под судом гордиться. Обычный пойманный воришка под судом теряет всякий понт. Он смиряется, потому что его поймали. Поэтому мы подсудимые люди. И начнется все с церкви. А если в церкви не будет обычного человеческого тепла, то даже спрашивать большего не за счет. Поэтому да, это вообще такая, ну, оплеуха такая каждому из нас, чтобы нам не хаметь, но смиряться. То есть не гордись, но бойся. Ну, по Библии. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен цену Израилевых. А зачем такое конкретное число называть? Без сомнения, здесь есть символика, тут цифры повторяющиеся. То есть все толкователи разлагают 144 тысячи на три числа, на 12, 12 и тысячу. 144 тысячи – это те, которые не осквернились блудом. Что такое блуд? В библейском понимании блуд – это прежде всего измена веры. Измена веры. Как сказано о язычниках или о заролитянах, которые впадали в язычество, что они блудодействовали с идолом под каждым ветвистым деревом. То есть это люди, которые сохраняют целомудрые веры, несмотря ни на что. То есть это квадрат 12, 12 умножить на 12, и умножить на тысячу. Все эти числа, взятые в отдельности, они сами по себе глубже, чем просто математика. То есть 12 патриархов, 12 апостолов, 12 колен Израиля. Колены Израилевы – это 12 племен потомков, 12 сыновей Иаковой. Из них и сложился еврейский народ. Дальше апостол здесь скрупулезно перечисляет все 12 израильских колен. Иудина, Рувимова, Гадова, Осирова, Нефалимова, Моносеина, Симеонова, Левина, Иссахарова, Заволонова, Иосифова, Вениаминова. И пишет, что в каждом запечатлено божественной печатью по 12 тысяч человек. 12 колен Израилевых – это израилетяне, начиная с ветхозаветных времен, которые сохранили верность Богу. И потом в формате Христовой Церкви приняли Христа, как своего спасителя. Среди этих колен не упоминается колено Данова, потому что из него происходит Антихрист. И в то же время упоминается колено Левина, которое не входило в 12 колен. То есть это запечатленные избранники потомства Авраама, Исаака и Якова. Это квадрат 12 и 144. Это соединение ветхого и нового. Собственно, Библия вся состоит из ветхого и нового. Луна и солнце, вот тебе и сутки. Значит, вот это вот соединение двух чисел 12, умножение их друг на друга, возведение в квадрат – это именно оно. Это, собственно, полнота библейского откровения. Ну а тысяча – это еще одно число, означающее вхождение в полноту. Так что мы здесь имеем чистую символику, а ни в коем случае не подсчет, не калькуляцию. В первом образе, запечатленных печатью Бога, мы видим больше ветхозаветную символику, что церковь как народ Божий израильский. Хотя все равно это число не стоит понимать буквально, потому что это слишком мало все-таки для народа, который в многих столетиях существует, что спасется только так ограниченная группа. Это вряд ли. Но потом это число превосходится тем, что Иоанн видит, и мы понимаем, что Господь творит гораздо больше, чем люди могут себе представить. Церковь не ограничится одним народом, но переходит на все народы, колено, племена, языки. И как много Господь спасает людей, совершенно из разных времен, разных культур, разных раз. 144 тысячи – это как море огромное, которое вот как за этой стеной. Так представьте себе эту картину. Это море, вот насколько хватает глаз, армия. То есть праведники – это его армия. Скажите, что надо делать, чтобы попасть в эти 144 тысячи? Во-первых, Таинство Крещения у нас уже ввело в воинские списки, в реестр. То есть мы уже занесены там как воинствующие. Потом апостол Павел обращается ко всем христианам в категориях вооружения. То есть он предлагает всем обуться в специальные ноги, готовность благовествовать, шлем спасения, броня праведности, щит веры и меч молитвы, меч Слова Божьего. То есть, по сути, мы имеем перед собой припоясанного и защищенного воина, таким, каким видел его Павел. Если ты читаешь Писание, воспринимаешь ты все к себе, если ты являешься сыном церкви, если ты крещеный участник таинств, причащаешься тело и крови Христовой, ты уже воин. Тебе об этом напомнят твои собственные грехи и слабости. То есть ты будешь страдать от внутренних несовершенств, от наружных нападений. Это будет твоя война. То есть тебе это очень быстро напомнят. От памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру до Киева-Печерской лавры. Чтобы пройти этот крестный ход, в Киеве собрались тысячи верующих со всей страны. О том, что цифру 144 тысячи не стоит понимать буквально, говорит следующая строчка, чуть ниже. После перечисления всех израильских колен, апостол Иоанн уже называет эти 144 тысячи более объемные и менее конкретно. великим множеством людей. И такое в апокалипсисе ведь происходит постоянно. Слышит Иоанн одно, а видит другое. Про 144 тысячи Иоанн услышал, а когда повернулся, то увидел куда больше. Господь превосходит все наши ожидания, самые смелые. Вот Его спасительная сила, она не имеет границ. И мы слышали не раз в Евангелиях такой вопрос, Господи, неужели мало спасающихся? Здесь, я думаю, что можно увидеть ответ на этот вопрос, что, конечно, большая опасность погибнуть. То, что этих людей, спасенных безбрежное количество, никто не может его пересчитать, нас может вдохновить, конечно же, на то, что для каждого найдется место в замысле Божьем. Так же было в пятой главе, где Иоанн услышал о Христе как льве, а когда повернулся, то увидел Агнца. Выходит, Господь всегда превосходит любые ожидания и не укладывается ни в какую нашу логику, и дает больше, много больше, чем просишь или ждешь. Взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих. То есть повествование переместилось на небеса, там вот это море праведников, а пальмовые ветви у них в руках. Что это значит? А вот как при входе Господнем в Иерусалим, вот это «Осанного Вышних», «Благословен гряды во имя Господнем», это же мессианские стихи, 117-го псалма, то есть там как бы торжество земное «О Господи», причем пальма, она же тоже у евреев многозначная, там есть разные ветви там всякие, скажем там, ну та же верба там тоже есть, и аир болотный там есть, и все есть у них. Великое множество людей облачены белой одеждой, имеют в руках пальмовые ветви. Эти ветви и светлое облачение нам напоминают о ветхозаветном празднике Кущи, то есть празднике палата, когда вспоминалось шествие израильтян из Египта по пустыне, когда Господь их питал манны, и вот эти украшенные цветами палатки служили символом единения с Господом. И здесь в Апокалипсии мы видим, что те прообразы, о которых свидетельствовал праздник Кущи, они исполняются на небесах. Вот там именно это единение с Богом и светлые одежды, конечно, обозначают радость. И не только радость, но еще и участие в искуплении, которое совершает Иисус Христос. И пальма – это именно знак свободы. Знак свободы от римского кесаря, кстати. Они, может быть, надеялись, что вот сейчас, сейчас, сейчас будет свобода. То есть это знак свободы, полной свободы, как бы политической, духовной. Вот. И знак торжества о Господе, который вступает в царство. То есть это, вот этот вход Господний в Иерусалим, по сути, он эсхатологически предваряет на расстоянии в тысячи лет вот это будущее, это торжество многих спасенных с ветвями пальмы в руках. Да, это именно вот аналогично. То есть благословен гряды в имя Господне. Вы произнесли это слово «свобода». Почему подлинная, настоящая свобода, она с Богом только? А те, кто ратуют и громче всего кричат за свободу, они борются с Богом чаще всего. Вот мы сегодня это видим постоянно. Свобода, равенство, братство – это же лозунг богоборцев. Ну, это краденый, как бы, такой, значит, лозунг. Это рояль в кустах. Это христианские термины, переиначенные на сатанинский лад. А свобода – о свободе, говорит, Евангелие. Равенство – мы равны перед Богом, когда есть отец, и мы все равны перед ним. И братство тоже, когда братство существует при наличии общего родителя. Если отец у нас общий, тогда мы братья, если нет, тогда нет. Так что, если у нас отцы обезьяны, как бы, значит, что мы не братья. Если у нас, как бы, нет общего знаменателя, как бы, то мы не равны. И если у нас нет Бога, то мы не свободны. Потому что мы рабы похоти. Раб страстей, раб похоти. Это обычный человек. Разве он это не знает, как бы, значит, показали ему там морковку, он побежал, как этот осел Улиншпигеля. Конечно, Господь дает нам настоящую свободу. Она не абсолютная, человеческая свобода не абсолютная. Божья свобода абсолютная, хотя и он уже связан, он уже связан воплощением сына своего, его страданием, воскресением. Это обратно уже не отмотаешь. То есть Господь уже не свободен отказаться от того, что сделано. Уже сын воплотился. То есть свобода даже у Бога кончилась. Ибо сын стал человеком навсегда. И зашел в человечестве, в рай святой. И нас забирает туда. То есть Бог, в принципе, тоже, по философски говоря, не свободен. Он много сделал, чтобы себя ограничить. И начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они пришли сюда от великой скорби. Как это понять? Вообще, почему так много скорби в жизни верующего человека? И почему, если на верующем человеке, на человеке Божьем, печать Бога, но защита какая-то, почему так много скорби он переживает в жизни? Ну, это печать нашего бытия. То есть мы не денемся никуда от нее. И мы рождаемся с криком. Ну, и живем с криком. Рождаемся со слезами и с недоумением. То есть зачем я здесь? И живем так вот с вопросом, как бы, а чего я здесь вообще? А куда я вообще? Так что скорбь – это компонент неизбежный. Нужно принять ее как компонент. Господь посылает сложности верующим людям не для того, чтобы их проэкзаменовать, проверить, потому что в глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Это делается с одной целью – усовершенствовать нас. Чтобы, как золото, огнем очищенное от примесей, мы бы высияли бы в царственном достоинстве. И как вот говорит Святой Лука Крымский, говорит, я полюбил страдания. И как говорит Федор Михайлович Достоевский, говорит, полюби скорби. То есть не убегай от них, иди вперед на них. То есть они неизбежны. Ты прими их как то, что есть. И познаешь большее. То есть познаешь сострадание, жалость, милость, молитву узнаешь. И почувствуешь будущее. То есть нельзя убегать от скорбей. Нельзя хотеть скорбей. Хотеть их противоестественно. Но убегать от них бесполезно. Поэтому мы все зайдем в Божий рай, если зайдем, помоги нам Господи, узкими вратами. Узкими. То есть с нас кожа слезет, пока мы залезем. Но надо будет помучаться. То есть мы от великой скорби зайдем в будущий мир. А следом один из 24 старцев дает еще одну, не всем сразу понятную характеристику, каждого из этой 144-тысячной армии праведников. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Представляете, что одежды стали белыми благодаря крови Агнца. Наверное, праведность святых, она имеет истоки в жертве Иисуса Христа. Это все светлое, все благое, вся их духовная жизнь и ликование вместе с Богом, это все результаты победы Иисуса Христа над смертью, и изломы результаты его жертвенного подвига. Без крови не бывает прощения грехов. То есть Христос проливает свою кровь за наши грехи. Не за свои, за наши. У него нет греха. И потом кровь превращается в питье. Кровь Иисуса – это вода для желающего пить, это вино для веселия сердца, это вино веселит сердце человека. И без крови нет прощения грехов. Он пролил свою кровь, чтобы мы... Мы так и в Евхаристии говорим – питье от нее, а все сияет кровь моя, за вас изливаемая и за многих во оставление грехов. Значит, мы иначе не пройдем никуда. Игнатий Бринчининов пишет – в крови душа. А когда мы пьем кровь Христову, это единственная кровь, которую мы пьем. Мы имеем Христа в себе. То есть Христос – это мы. А мы – это Христос. Господь сказал, кто ест мое тело и пьет мою кровь, тот перебывает во мне, и я в нем. Если мы причащаемся к телу и крови Христовых, они как бы растворяются в нашей утробе, в нашем организме, и кровью вбирается из желудка эти святые дары, и в нашем теле, в наших сосудах уже идет не человеческая чистая кровь, а божественная, потому что Господь соединился с нами. Это опять же говорят святые отцы. Поэтому это залог жизни и Божьего милосердия к человеку. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет их палить ни зной, никакой. Это про состояние вот этих людей, праведников там, у престола Божия. Вообще, надо ли понимать эти слова, что если вот у нас была здесь какая-то страсть, ну, кто-то курил, положим, да, кто-то выпивал крепко, ну, боролся, положим, вот боролся все равно. Но эта страсть, мы знаем, она может даже блудная страсть, бывает, может, до самой старости мучить человека, до самых последних его дней. Но вот там, если он с ней боролся, вот там она его отпустит все-таки, что не будет уже его мучить. Можно ли так понимать эти слова? Да, конечно, можно, да. То есть вообще образ прохлады, тени, покоя, мест злачных, прохладных, тучных, это образ контраста с пустыней. То есть вот как евреи по пустыне ходили, бедные, ходили, 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 и зашли в оазис. Там виноградники, финики, пальмы, что хочешь, как бы, и колодцы, которых ты не высекал, дома, которых ты не строил. То есть мы зайдем в град, который мы не строили. И да, конечно же, нас оставит всякая болезнь, печаль и воздыхание. И нужно будет победить, конечно, все страсти свои. А если ты не победил что-нибудь, да, то Бог управит, благодать исцелит, потому что она не мощных врачует, а скудевающих наполняет. То есть исцелит Господь эти несовершенства наши, да. И мы успокоимся от своих метаний, терзаний, метаний, обид, злоб, похотей, страстей, желаний. Да, конечно, утрет Бог всякую слезу сочей. Это последние слова этой главы апокалипсиса. В них будто замерзший на короткое время после первых потрясений мир, словно получает глоток облегчения и надежды. Следом будет снята последняя на книжном свитке Христа страшная седьмая печать. И нынешнее безветрие сменится безмолвием. Перед грядущими потрясениями мир замрет, как бы на полчаса. А полчаса это много или мало? Продолжение следует...